Добрый день! Тема этой лекции – автоматическое дифференцирование и нейронные сети. План лекции таков. Сперва мы узнаем, зачем нам нужно дифференцирование, затем мы научимся дифференцировать различные функции, и в конце мы узнаем, почему слово «нейронный» в названии лекции взято в кавычки. Так, перейдем к первой части. Предположим, что у нас есть набор данных, скрытую зависимость в котором мы собираемся аппроксимировать. Для начала нам надо определиться, какой функцией мы будем аппроксимировать данную зависимость, а также, какие из параметров данной функции будут обучаемыми. Например, для полинома или кривой второго порядка – это будут соответствующие коэффициенты кривых, для синусоиды – это будут период, фаза, амплитуда, ствиг. Если же модель данных неизвестна, то в таком случае обычно берут мощную функцию с большим числом обучаемых параметров. Обратите внимание, что для первых трех простых функций из примера, скорее всего, существуют более эффективные методы их обучения, и скорее всего, вы их уже знаете. Но в данной лекции нам будет интересен общий метод обучения, который будет работать сразу с большим классом функций. Итак, у нас есть функция, которую мы собираемся обучать. Формально эта функция на вход получает большой вектор параметров, который можно разбить на две части – признаки объекта, для которого ведется предсказание, и обучаемые параметры. Выходом функции является вектор, так как порой бывает выгодно обучить одну большую функцию оптом, чем множество маленьких. Также для обучения функции требуется набор данных, который содержит множество объектов с известными целевыми значениями, и функция ошибки, которая принимает на вход предсказанные вектора и соответствующие ожидаемые вектора. Для задачи восстановления регрессии наиболее популярной функцией ошибки является среднеквадратичное отклонение. Причем дополнительное суммирование связано с тем, что предсказываемое значение – это вектор, а не одно число. В режиме обучения из базовой функции ошибки строится большая функция ошибки, которая фиксирует значение объектов в обучаемой функции, а обучаемые параметры изменяются, так как относительно них решается задача минимизации функции ошибки. В режиме предсказания наоборот – значение обученных параметров фиксируется, а значение объектов изменяется. Важно, чтобы обучаемая функция и функция ошибки были дифференцируемыми, так как задача минимизации будет решаться при помощи градиентного спуска. При этом, то, что полученная функция ошибки будет невыпуклой, нам не важно, хотя в данном случае градиентный спуск может сойтись к какому-то локальному минимуму. Если же функция ошибки будет недифференцируемой, то в данном случае придется использовать генетические алгоритмы. Также не стоит забывать, что вы вправе модифицировать функцию ошибки, превращая градиентный спуск в стахастический или пакетный, а также добавлять регуляризацию. Главное, чтобы функция ошибки оставалась дифференцируемой. Но что делать в случае, если мы решаем задачу классификации, так как для задачи классификации функции ошибки обычно не являются дифференцируемыми? В данном случае задачу классификации сводят к задаче мягкой классификации, когда обучаемая функция вместо класса предсказывает вектор распределения вероятностей принадлежности объекта к каждому классу. В данном случае в качестве функции ошибки можно взять какую-нибудь функцию ошибки для задачи регрессии, например, то же самое среднеквадратичное отклонение. Или можно взять функцию ошибки для задачи классификации, например, f-меру. Но ее нужно модифицировать. Модификация опирается на два факта. Во-первых, f-мера, как функция, отображающая матрицу неточностей, сама по себе является дифференцируемой. Во-вторых, то, что при вычислении f-меры нам не требуется, чтобы матрица неточностей содержала целые числа. Следовательно, можно напрямую, не округляя, прибавлять вектор распределения вероятности к строке матрицы неточностей, соответствующей реальному классу, и вычислять f-меру от полученной матрицы или любую другую подобную функцию. В качестве третьего подхода можно использовать функцию, которая напрямую сравнивает два вектора распределения вероятности, например, перекрестную энтропию. Но так как в реальности решается задача классификации, а не мягкой классификации, то вектор распределения вероятности выглядит как массив, содержащий много нулей и одну единицу. Поэтому от суммы остается только суммирование логарифмов вероятностей реального класса, и перекрестная энтропия превращается в обычный метод максимального родоподобия. Я думаю, что вы умеете дифференцировать функции, но нам предстоит заново научиться это делать. Но для начала мы заведем словарь неправильных терминов, куда будем складывать термины, которые не совсем соотносятся с терминами реального мира. Хотя в реальности, конечно же, термины неправильными быть не могут. И первый такой термин – это сложная функция. Дело в том, что этот термин появился из-за неправильного перевода слова «составной» с польского. Поэтому в этой лекции составные функции будут называться составными функциями, а сложные функции – это функции, которые возвращают сколь угодно сложный тип. Например, вектор, матрица и так далее. Далее мы изучим обобщенный метод дифференцирования составных функций. Поэтому временно забудем, что мы занимаемся машинным обучением, и то, что параметры нашей функции разделяются на две части – параметры объектов и обучаемые. Но мы будем активно пользоваться тем, что функция, от которой берется производная – это скалярная функция. То есть она возвращает одно значение. Хотя ее промежуточные функции могут быть сколь угодно сложными функциями, в том числе и функция предсказания, которую мы и собираемся обучать. Итак, почему нельзя так просто взять и посчитать производную? Дело в том, что если при вычислении вы активно переиспользуете переменные, то если вы попытаетесь составить из своих промежуточных функций одну большую функцию, то ее размер может экспоненциально расти. Поэтому будем хранить нашу функцию в виде графа вычислений. И производную вычислять будем тоже по нему. При этом статическим графом вычислений называется граф, который построен до вычисления функции, а динамическим – тот, который строится во время вычисления функции. В первом случае мы можем заранее оптимизировать вычисления по графу, во втором случае вычисления получаются более гибкими. Хотя в реальности при использовании современных библиотек для автоматического дифференцирования вам даже не надо знать, что такое граф. Вы просто вычисляете функцию, используя объекты и операторы самой библиотеки, а потом магическим образом получаете производную. Вычисление самой функции по графу называется прямым проходом, а вычисление производной – обратным, и оно следует строго после прямого вычисления функции. Обратным оно называется, потому что вычисление производной происходит с конца функции к началу, в отличие от традиционного вычисления производной – от начала к концу. Потому что в таком случае мы получим производную всех вершин графа по входному параметру, а нам нужно получить производную выходной вершины графа по всем вершинам, в том числе входным параметрам. Но зачем нам знать промежуточные производные? Дело в том, что мы будем не вычислять производную, а пересчитывать ее, так как производную выхода по самому выходу мы знаем, она равна единице. Сперва научимся пересчитывать производную через вершины графа. Для этого представим, что каждая вершина графа представляет свой блок, который при прямом проходе из x вычисляет y, а при обратном проходе из производной по y вычисляет производную по x. При этом тип и размер переменной, которая хранит производную для x, должен совпадать с типом и размером переменной, которая хранит сам x. То же самое верно для производной по y и самим y. Справа дан пример того, как такой блок может быть устроен для функции, которая вычисляет произведение двух величин. Важно, что для пересчета производной блоку не нужно знать информацию обо всей функции. При этом он может запоминать значения x и y. Из данных блоков можно делать простые композиции. Обратите внимание, что так как для локального пересчета производной не требуется знать саму функцию, для которой считается производная, будет использоваться некоторое обозначение dx, которое обозначает производную функции по x. Формально, производная функции это тоже функция. Но в данном случае оба обозначения используются для обозначения переменной, которая хранит производную. Также будет использоваться сокращение для функции, которая пересчитывает производную. Если блок вычисляет скалярную функцию, то для пересчета производной используется цепное правило. Если блок вычисляет сложную функцию, то правило пересчета производной нужно выводить отдельно. Либо представить, что на самом деле блок вычисляет несколько скалярных составных функций. Если какая-то вершина графа вычислений использовалась несколько раз, то производную для нее нужно просуммировать по всем использованиям. Это следует из обобщенного цепного правила. Для сложной функции суммироваться будут не скаляры, а векторы, матрицы и так далее. Напомню, что их размеры должны совпадать. Итак, давайте составим из всего пройденного алгоритм дифференцирования по графу вычислений. Предположим, что у нас есть граф вычислений, где ребро uv обозначает, что для вычисления вершины v непосредственно как аргумент используется вершина u. Для вычисления производной будет использоваться динамическое программирование. Изначально производные всех вершин равны нулю, кроме последней вершины, производная для которой равняется единице. Далее в порядке обратной топологической сортировки для каждого ребра uv пересчитаем производную для вершины u через вершину v и прибавим результат к соответствующей переменной. Так как мы идем в порядке обратной топологической сортировки, то при вычислении производной через вершину v, производная для нее самой уже будет вычислена. Также в реальности удобней вычислять производную для всех ребер, входящих в какую-то вершину v. Тогда и для вычисления функций, и для вычисления производной для каждой вершины требуется хранить только обратные ребра. На данном слайде представлены способы пересчета производной для операции суммирования, произведения и применения функции. Не забывайте, что например обозначение dx означает переменную, которая хранит в себе производную функцию ошибки по вершине x. То же самое верно и для других переменных с подобным названием. Также учтите, что здесь даны правила пересчета производной через вершину. И если какая-то вершина x использовалась несколько раз, то производная для нее dx должна суммироваться по всем использованиям. Чтобы это учесть в методах пересчета производной, можно просто оператор равно заменить на оператор плюс равно. Давайте рассмотрим пример автоматического дифференцирования по графу вычислений какой-нибудь небольшой функции. Начнем строить граф вычислений с входных вершин x и y. Затем вычислим сумму x и y, а также произведение x и y. Далее посчитаем синус суммы. А для вычисления деления вычислим инверсию произведения x и y и умножим полученный результат на синус суммы. Приступим к вычислению производной. И для начала заведем соответствующие переменные для хранения производных. По умолчанию эти переменные равны нулю, кроме переменной для производной выходной вершины. Она равна единице. Пересчитаем эту производную для вершины g через вершину f. В данном случае в вершине f вычисляется произведение двух вершин g и h. А как вы помните, производное для произведения двух аргументов по одному из аргументов это второй аргумент. В данном случае вторым аргументом относительно g является h, и поэтому производное равняется h умноженное на 1. В данном случае умножение на единицу можно опустить. Точно так же пересчитывается производное для вершины h через вершину f. Не забывайте, что для каждой вершины мы вычисляем производную, выходной вершины, в данном случае f, по текущей вершине. Пришла очередь пересчитать производную для вершины S через вершину G. Вершина G применяет функцию, в данном случае синус, к вершине S, а следовательно пересчитанная производная для вершины S это будет текущая производная вершины G, умноженная на производную применяемой функции в точке S, а производная от синуса, как известно, равна косинусу. Далее по тому же принципу пересчитаем производную для вершины M через вершину H, в которой применяется функция инверсии. Заметим, что производная от инверсии выглядит как минус единица, деленная на квадрат аргумента инверсии. Но, так как мы вычисляем производную строго после вычисления функции, то результат инверсии нам уже известен. А следовательно, в данном случае деление на квадрат m можно было бы заменить на умножение на квадрат h, так как h равняется единице, деленная на m. Данная оптимизация может позволить на практике сэкономить время вычисления, так как процессор умножает быстрее, чем делит. Также данная оптимизация является примером того, что для пересчета производной по вершине порой бывает выгодно запоминать не только ее вход, но и какие-то промежуточные значения, в том числе и выход. Пересчитаем производную через вершину s для вершин x и y. Как вы помните, пересчет производной для суммы заключается в простом копировании производной по результату суммы. И, наконец, пересчитаем производную через вершину m для вершин x и y по правилу пересчета производной для произведения. Не забываем, что так как вершины x и y использовались несколько раз, то производные для них должны суммироваться. Обратите внимание, что для данного примера и последующих все вычисления происходят символьно. Это сделано для того, чтобы, во-первых, показать, что данный алгоритм работает и для символьных вычислений, а во-вторых, чтобы проще было проверить результат вычислений. В реальности же вы будете работать с какими-то конкретными числами. Ведь если пытаться вычислить производную символьно, а потом подставлять в нее какие-то числа, то полученная производная может экспоненциально разрастись. Однако, в данном случае, можно попытаться построить граф вычислений производной над графом вычислений функции, что в теории может позволить еще лучше соптимизировать граф вычислений. Например, в данном случае, можно избавиться от вершины f, так как ее результат нигде не используется, и от вершин g и h с перебросом соответствующих ребер, так как они просто копируют результат. Итак, взглянем на значение полученной производной. Производную для y я не выписал, так как функция симметрична относительно приостановки x и y. В качестве упражнения проверьте, что полученная производная совпадает с производной, которую вычислил вольфрам альфа. Также в качестве упражнения постарайтесь придумать собственную функцию, желательно с переиспользованием переменных внутри. Вычислите для нее производную, описанным ранее методом и через вольфрам альфа, и убедитесь, что полученные производные совпадают. Давайте рассмотрим другой пример, а именно функцию ошибки SMAPE для задачи линейной регрессии от одного объекта. В данном случае для удобства я воспользуюсь линейизацией графа вычислений. Как обычно, начнем вычисление производной с установки единицы в конечную вершину. Затем вычислим производную для вершины N и для вершины I через вершину E. Далее пересчитаем производную для вершин S, D, T и M. Затем пересчитаем производную через вершину D для вершин P и Y. И наконец пересчитаем производную для вершины Y через T и производную для вершины P через M. Теперь осталось досчитать производную для вершин x и a через вершину p. Давайте взглянем на полученную производную. В качестве упражнения попробуйте вычислить производную в вольфрам альфа и сравнить результат с текущим. Следует учесть, что данный пример был построен для одного объекта. Для множества объектов граф вычислений будет выглядеть следующим образом. Теперь научимся вычислять производные для некоторых сложных функций. И первой такой функции будет сложное скалярное произведение. Оно представляет собой сумму произведений, вычисленную каким-то нетривиальным способом. Главное, чтобы поток выполнения не зависел от самих значений a, b и c. Если поток выполнения зависит от переменных, для которых вычисляется производная, то тогда мы попадаем в область дифференциального программирования. Для пересчета производной через сложное скалярное произведение достаточно просто скопировать код, который вычисляет само сложное скалярное произведение, и заменить одно скалярное произведение на 2, как показано на рисунке выше. Примером сложного скалярного произведения является операция свертки в сверточных сетях. Другим примером сложного скалярного произведения является произведение матриц. Давайте модифицируем код для вычисления произведения матриц для пересчета производной через соответствующую операцию произведения. Переставим местами множители, разобьём один цикл на два и изменим порядок вычисления циклов. Теперь заметим, что если транспонировать матрицы А и Б, то полученный код вычисляет некоторое произведение матриц. Таким образом, для пересчёта производной для произведения матриц, производная по А получается путём произведения матрицы производной по С на транспонированную матрицу Б, а производная по Б получается путём произведения транспонированной матрицы А на матрицу производной по Ц. В квадратных скобках указаны размеры матриц для проверки корректности произведений. Можно заметить, что если в качестве матриц А и Б взять матрицы размера 1 на 1, т.е. обычные числа, то полученное правило пересчёта производных превратится в правило пересчёта производных для обыкновенного произведения. На данном слайде представлены обобщенные правила пересчета производных для матричных функций. Как вы видите, проще всего обобщаются правила для покомпонентных функций, таких как сумма, произведение домара или покомпонентное произведение матриц, и операции покомпонентного применения функции к матрице. А также даны правила для пересчета производной через функцию, которая вычисляет обратную матрицу и разложение Халецкого. Разложение Халецкого – это в каком-то смысле извлечение корня из матрицы. Обратите внимание, что для обратной матрицы, так же как и для обычной инверсии, выгодно использовать результат самого вычисления обратной матрицы, чтобы не вычислять его еще раз для пересчета производной. В качестве упражнения проверьте, что соответствующие операции пересчета производных для инверсии и взятия корня являются частными случаями пересчета производных для обратной матрицы и разложения холецкого. Почему же так важно обобщение операций до матричных вычислений? Дело в том, что работа с множеством объектов в матричном виде может быть значительно ускорена, так как операции над матрицами проще распараллелить, в том числе и для симпт-параллелизма. В целом стек технологий выглядит следующим образом. В самом низу есть железяки, которые умеют быстро работать с матрицами или тензорами. Тензором обычно называется обобщенная многомерная матрица. Далее следуют библиотеки для построения графов вычислений и автоматического дифференцирования. Данные библиотеки уже могут быть реализованы на высокоуровневых языках, так как, как правило, при обобщении до матричных вычислений, размер графов вычислений гораздо меньше объема данных, с которым работают библиотеки для матричных вычислений. Затем следует слой, который занимается машинным обучением. В нем уже строятся функции ошибки, которые минимизируются градиентным спуском, тем самым обучая некоторые функции. В реальности же большинство библиотек реализуют полный стек технологий. А в качестве бэкэнда для ускорения вычислений используют куду, которая работает только с видеокартами от инвидии. К чему так получилось, науке неизвестно, так как с этим должны разбираться антимонопольные службы. Рассмотрим в качестве примера матричных вычислений функцию ошибки суммы квадратов отклонений для линейной регрессии в матричном виде. В качестве упражнения проверьте, что она совпадает с соответствующей функцией ошибки без матричного вида. В квадратных скобках указаны размеры соответствующих матриц. Итак, приступим к вычислению производных. Как обычно, производная выходной вершины равняется единице, только в данном случае она имеет вид единичной матрицы размера 1 на 1. Пересчитаем производную по правилу пересчета производной для произведения матриц через вершину E для вершины R и вершины D. Напоминаю, что правило пересчета производной для произведения матриц похоже на правило пересчета производной для обыкновенного произведения, но только один из аргументов транспонируется. Затем пересчитаем вторую часть производной для D через вершину R. В данном случае производная для транспонирования транспонируется и передается дальше, а двойное транспонирование взаимосокращается. Далее пересчитаем производную через вершину D для вершины P и Y. И наконец пересчитаем производную для вершины X и A через вершину P. В качестве упражнения проверьте, что размеры матриц с производными совпадают с размерами матриц для соответствующих вершин. Также проверьте, что если полученную производную по вершине А приравнять к нулю, то из полученного уравнения можно получить аналитическое решение для метода наименьших квадратов. Перестановка является еще одной сложной функцией, для которой можно в явном виде выписать метод пересчета производной. С одним из частных случаев перестановки, а именно транспонированием, мы уже познакомились в предыдущем примере. В общем случае, для операции применения перестановки элементы производной переставляются обратной перестановкой. Однако, если использовать данный метод для операции сортировки массива, то полученная производная будет нечестной, так как arcsort зависит от элементов массива, но производная через него не пересчитывается. Перейдем к следующей главе, которая посвящена пересчету производной для функций, связанных с максимумом. Для того, чтобы пересчитать производную через максимум, требуется воспользоваться arg-максимум. В первом случае arg-максимум дискретный. Данная функция возвращает номер элемента массива, на котором достигается максимум. И при пересчете производной она передается в соответствующую ячейку массива. Однако, данный метод будет предвзят к порядку элементов в массиве, так как если максимум достигается сразу на нескольких элементах массива, то он скорее всего вернет номер первого из них. Во втором случае подразумевается, что arg-максимум является численной функцией. Данную функцию можно представить как one-hot encoding от дискретного arg-максимума. Но лучше ее вычислять напрямую, чтобы она не была предвзята к порядку элементов массива. В таком случае ее результат равен вектору, состоящему из нулей, но на местах элементах, на которых достигается максимум, стоит единица, деленная на m. Где m это число элементов, на которых достигается максимум. А уже сам максимум вычисляется как скалярное произведение вектора на arg-максимум от этого вектора. И, соответственно, производная пересчитывается по правилу пересчета производной для скалярного произведения. Третий подход является комбинацией предыдущих двух подходов. В нем при пересчете производной она передается во все ячейки массива, на которых был достигнут максимум. При этом, если максимум был достигнут сразу на нескольких ячейках, то производная получится завышенной. Хотя это достаточно редкое событие. В любом случае, так же как и для сортировки, производная будет нечестной, так как arg-максимум зависит от вектора, но производная через arg-макс не пересчитывается. Однако существует гладкая дифференцируемая аппроксимация arg-максимума, soft-arg-максимум. Результат данной функции можно воспринимать как вектор распределения вероятностей того, что в соответствующих элементах массива находится максимум. Данную функцию можно рассмотреть как два последовательных преобразования. Первое преобразует вектор чисел от минус бесконечности до бесконечности, используя экспоненту в вектор чисел от нуля до плюс бесконечности, благодаря чему полученный вектор можно рассматривать как вектор весов, который преобразуется в вектор распределения вероятностей стандартным методом, а именно каждый вес делится на сумму весов. При этом взаимный порядок весов и соответствующих вероятностей будет совпадать с взаимным порядком элементов изначального вектора. Правило вычисления производной для soft-arg-максимума дано на слайде. Обратите внимание, что это именно правило вычисления, а не пересчета производной. Также условия можно убрать, если использовать функцию индикатор. Soft-arg-максимум обладает одним замечательным свойством. Если из каждого элемента массива аргумента вычесть какую-то константу, то результат вычисления soft-arg-максимума не изменится. В качестве упражнения проверьте данное свойство. Данное свойство используется для вычисления soft-arg-максимума. Дело в том, что при вычислении экспоненты даже от какого-то не очень большого положительного числа, ее результат может переполниться. Поэтому перед вычислением soft-arg-максимума из него принято вычитать максимум всех элементов, чтобы после этого никакой из элементов не превышал нуля. Soft-arg-максимум сам по себе является полезной функцией, так как его применяют в качестве выходной вершины для функции предсказания для задачи мягкой классификации, чтобы гарантировать, что функция предсказания возвращает вектор распределения вероятности и при этом являлась бы дифференцируемой. При этом с частным случаем soft-arg-максимума, а именно сигмоидой, вы уже знакомы из задачи логистической регрессии. Но там рассматривалась задача бинарной классификации и вероятность второго класса вычислялась как единица минус вероятность первого класса, которая и вычисляется сигмоидой. Описанный soft-arg-максимум, впрочем, как и любой другой soft-arg-максимум, основывающийся на весах, не всегда подходит для вычисления soft-максимума, несмотря на то, что у того сохраняются некоторые свойства максимума, которые вам следует проверить самим в качестве упражнения. На приведенном примере, в точке 3, производная soft-максимума показывает, что возрастание функции происходит при увеличении х, хотя в реальности аппроксимируемая функция максимума возрастает при уменьшении х. Данную проблему можно решить, если использовать другой soft-максимум, который не основывается на soft-arg-максимуме. Данный soft-максимум основывается на преобразовании, которое применяется при логарифмировании. А именно, единица переходит в ноль, возведение в степень переходит в умножение, умножение переходит в сложение, а сложение переходит в максимум, но не в точности, а аппроксимировано. Именно этой аппроксимацией можно воспользоваться, чтобы взять обратное преобразование и получить soft-максимум. Как видно из примера, данный soft-максимум решает проблему предыдущего soft-максимума. Однако, в отличие от него, он перестает сохранять одно из свойств максимума, а именно то, что soft-максимум от одного и того же значения равен этому самому значению. В качестве упражнения придумайте, как можно модифицировать данный soft-максимум в общем виде, чтобы он сохранял описанные ранее свойства. Можно, конечно, подумать, что второй хороший soft-максимум никак не связан с предыдущим, кроме как тем, что он также гладко аппроксимирует максимум. Однако, замечательным фактом является то, что пройденный ранее soft-arg-максимум является производной от хорошего soft-максимума. Обратите внимание, что во многих источниках soft-максом называется именно soft-arg-макс, несмотря на то, что в реальности это различные, хоть и связанные между собой функции. Возможно, это связано с тем, что по описанным ранее причинам soft-arg-макс сам по себе гораздо более популярен, чем soft-макс. А возможно, людям просто лень писать арк. Теперь пришла пора узнать, что же такое нейронные сети. Нейронные сети – это, с одной стороны, наиболее популярная архитектура обучаемой функции, а с другой стороны – это область знаний, которая исследует обучаемые функции. Но чтобы понять, как так получилось, нам сперва надо узнать, что такое искусственный нейрон, а для этого нам надо знать, как работает реальный нейрон. Упрощенная схема работы реального нейрона выглядит следующим образом. Нейрон находится либо в возбужденном, либо в спокойном состоянии. У нейронов есть два типа отростков – несколько дендритов и один аксон. Дендриты принимают сигнал от нейронов или других внешних раздражителей, например, органов исцезания. Когда сигналы достаточно накапливаются, то нейрон возбуждается и передает сигнал дальше по аксону, другим нейронам, или на совершение некоторого внешнего действия, например, сокращение мышц. При этом не все сигналы могут быть одинаково важны. Соответствующая схема работы реального нейрона была выбрана для построения искусственного интеллекта на основе искусственных нейронов. Искусственный нейрон, или так называемый перцептрон, аппроксимирует работу реального нейрона следующим образом. Искусственный нейрон имеет множество входящих ребер, которые означают дендриты. Наличие или отсутствие сигнала кодируется единицей или нулем, либо плюс или минус единицей. У каждого ребра есть вес, на который умножается входной сигнал, при этом вес может быть отрицательным. После этого сигналы суммируются между собой, и полученная сумма сравнивается с некоторым пороговым значением. Если сумма превышает его, то нейрон активируется. Стоит отметить, что данные исследования были начаты в середине прошлого века, когда компьютеры были не так развиты. Поэтому эти самые искусственные нейроны были реализованы в виде отдельных вычислительных машин и развивались параллельно с компьютерами. Причем, как видите на картинке, эти машины были так называемыми end-to-end системами и включали в себя также камеру, с которой снимался входной сигнал. Так как наборов данных в цифровом виде тогда не было. Данную архитектуру искусственного нейрона можно упростить, если заменить пороговое значение на коэффициент сдвига, который суммируется вместе с остальными сигналами, а полученная сумма сравнивается с нулем. Тогда полученную архитектуру можно формализовать, как знак суммы скалярного произведения входных значений с вектором весов и коэффициентом сдвига. Что, как вы должны знать из геометрии, соответствует проверке, с какой стороны прямой, нормалью которой является вектор весов, расположена точка, которая кодирует вход нейрона. Проблема в том, что если кодировать ложь нулем, а правду единицей, то окажется, что искусственный нейрон не может аппроксимировать некоторые логические функции, так как они не являются линейно разделимыми, хотя реальный интеллект вроде как умеет их вычислять. На слайде приведен пример графиков, из которых видно, что обыкновенное или возможно линейно разделить, а исключающее или уже нельзя. В качестве упражнения проверьте, какие логические функции можно аппроксимировать искусственным нейронам. Обратите внимание, что описанная только что линейная разделимость никак не связана с привычной вам линейностью логических функций. Проблему аппроксимации логических функций можно решить, если использовать не один, а несколько нейронов. Например, исключающее или можно выразить как композицию других логических функций, которые уже можно аппроксимировать искусственным нейронам. Таким образом, искусственные нейроны можно организовывать в нейронные сети. Однако возникает вопрос, как обучать такие сети? Для обучения нейронных сетей было придумано множество правил. Однако в итоге победила идея о том, что нейронная сеть это всего лишь функция, а обучать ее можно градиентным спуском. При этом производная вычисляется с применением динамического программирования и цепного правила. Позже данный метод был обобщен для любой функции, и получился метод, который был описан в начале данной лекции. Методы же, приведенные на слайде, интересны только с исторической точки зрения. Например, правило Хебе пытается подражать тому, как принято считать обучается мозг. А именно, если два события происходят одновременно, в данном случае активация нейронов, то связь между соответствующими нейронами усиливается. Однако в данном случае наоборот, если нейроны активировались по-разному, то связь уменьшается. Оставшиеся же два правила – это попытки переизобрести производную, как в том анекдоте, где биологи пытались переизобрести число π. Среди архитектур обучаемых функций наибольшую популярность для задач машинного обучения получила так называемая многослойная нейронная сеть, которую также иногда называют полносвязной нейронной сетью, многослойным перцептроном или более общими названиями – глубокая нейронная сеть или искусственная нейронная сеть. Особенность данной архитектуры в том, что она представляет собой последовательность слоев. На каждом слое каждый нейрон связан со всеми нейронами на предыдущем слое. Также иногда на каждый слой для удобства добавляют нейрон сдвига. Чтобы полученная функция была дифференцируемой, в качестве функции активации используется функция гладкоаппроксимирующая ступеньку, например, уже знакомая вам сигмоида. Так как функция активации гладкая, то она может возвращать не только 0 и 1, а еще и любые промежуточные значения. Поэтому данную архитектуру можно также использовать для задачи восстановления регрессии, а следовательно и для задачи мягкой классификации. Также иногда для задачи регрессии убирают функции активации на последнем слое, так как они ограничивают выход функции. Данную функцию принято представлять в матричном виде. Дело в том, что преобразование на каждом слое можно представить как три более простых преобразования. Умножение на матрицу вместо множества скалярных произведений, прибавление вектора сдвига и по координатное применение функции активации. Соответственно, обучаемыми параметрами у каждого слоя будут матрица, на которую происходит умножение, и вектор сдвига. Для полученных преобразований легко получить алгоритм пересчета производной, если использовать соответствующие правила пересчета производных для матричных функций, которые были описаны в начале лекции. Будьте осторожны, если вы попытаетесь найти алгоритм обучения нейронных сетей, то скорее всего вы найдете так называемый метод обратного распространения ошибки. Данный алгоритм плох тем, что, во-первых, он написан на эльфийском, во-вторых, данный алгоритм выписан не в матричном виде, и он выписан для целого слоя, что затрудняет его понимание, по сравнению с матричной версией для декомпозированного на три преобразования слоя. В-третьих, данный алгоритм выписан для конкретной архитектуры нейронной сети, и не ясно, как его обобщать для произвольной функции, как это было сделано в начале лекции. Более того, конкретно в Википедии в качестве функции активации подставлена конкретная функция сигмоида. И, наконец, главный его минус в том, что он неправильно назван, так как в реальности он пересчитывает именно производную, а не ошибку. В данном случае ошибка для выхода – это не вязка, ее не стоит путать с функцией ошибки или потери. Ошибка отвечает на вопрос, что нужно прибавить к предсказанной величине, чтобы получить реальную, и она действительно похожа на производную для функции потери квадрат-разность. Соответственно, пересчет ошибки – это ответ на вопрос, что нужно прибавить к весам, чтобы новое предсказание было равно реальной величине. И этот пересчет будет отличаться от пересчета для производной. Например, рассмотрим задачу обновления весов в линейной регрессии для одного объекта. Для него ошибку можно пересчитывать как ошибку для выходного значения, которую равномерно распределили для каждого признака. Полученный метод пересчета ошибки похож на версию для производной, только вместо умножения используются деления. Другой способ пересчета – это пытаться распределить ошибку выхода так, чтобы вектор изменений весов был минимальной длины. Эту задачу можно решить через множитель Лагранжа. И полученный метод пересчета будет больше напоминать метод пересчета производной. Но если перейти от задачи линейной регрессии к задачи логистической регрессии, то отличия будут более заметными. В качестве упражнения подставьте полученные ошибки весов и проверьте, что новое предсказание будет равно реальному ответу. Обратите внимание, что данный метод дан для общего развития, и в реальности под методом обратного распространения ошибки скрывается описанный в первой половине лекции метод пересчета производной. Просто чаще всего он выписан для конкретной обучаемой функции. Рассмотрим, чем же так хороши многослойные нейронные сети. И начнем мы с теоретических преимуществ. Можно выделить два следующих факта. Во-первых, любую логическую функцию можно представить в дезинктивной или конъюнктивной нормальной форме. А следовательно, достаточно двух слоев для точной аппроксимации любой логической функции. Однако, если взглянуть на алгоритм построения DNF или KNF, то можно заметить, что он больше напоминает запоминание таблицы истинности. И весь алгоритм таким образом похож больше на процесс интерполяции, чем аппроксимации. Второй факт напоминает первый. Но только там утверждение строится относительно задачи регрессии. Проблема в том, что если поймать любителя нейронных сетей и спросить, почему он использует нейронную сеть, то, скорее всего, он ответит, ссылаясь на одноименную теорему, что нейронная сеть является универсальным аппроксиматором. Однако, если в какой-то задаче нейронная сеть покажет недообучение, то любитель нейронных сетей, скорее всего, будет увеличивать число слоев, а не число нейронов на одном скрытом слое. Как этого требует теорема? Но он будет прав, так как практика показывает, что архитектура, указанная в теореме, скорее всего, приведет вас к переобучению. Почему же тогда принято использовать данную архитектуру в качестве обучаемой функции? Во-первых, по историческим причинам. Во-вторых, потому что умножение на матрицу – это достаточно простое преобразование. А функции активации добавляют нелинейности, так как композиция линейных преобразований по мощности равна одному линейному преобразованию. Хотя и это не до конца верно. Так, например, в этом примере можно использовать два умножения на матрицу вместо одного, чтобы уменьшить число обучаемых параметров. Соответственно, в качестве упражнения подберите такой параметр m, чтобы число обучаемых параметров для двух произведений было меньше, чем для одного. Это подводит нас к еще одному преимуществу. А именно, контролируя число слоев и число нейронов на каждом слое, можно контролировать число обучаемых параметров, тем самым балансируя между недобучением и переобучением. И, наконец, третье преимущество в том, что чтобы сообщить архитектуру вашей сети, вам достаточно назвать число слоев, число нейронов на каждом слое, а также используемые функции активации. Важно помнить, что нету теорем, которые бы утверждали, что при заданном числе обучаемых параметров волносвязанные нейронные сети являются оптимальными архитектурами. Таким образом, использовать другие обучаемые функции вам никто не запрещает. Перейдем к минусам данной архитектуры. Один из теоретических минусов данной архитектуры это симметрия сети, а именно, если на одном из скрытых слоев переставить местами любые две вершины, то от этого результат работы сети не изменится. Однако, то же самое преобразование можно представить в виде непрерывной перестановки, как это показано на примере справа. А следовательно, все эти перестановки существуют в пространстве обучаемых параметров. А значит, любому значению функции ошибки будет соответствовать еще n факториал значений, если на промежуточном слое было n вершин. Следовательно, и одного минимума у функции ошибки быть не может. Получается, что уже для двухслойной сети функция ошибки будет невыпуклой. Также из-за симметрии сети нельзя инициализировать обучаемые параметры одними и теми же значениями. Для этого обычно используют значения из какого-то случайного распределения. С практической точки зрения, минус многослойной архитектуры в том, что при пересчете градиента на каждом слое значение текущей производной может очень сильно уменьшаться, из-за чего более далекие от выхода слои будут хуже обучаться, либо наоборот, градиент может разрастаться, из-за чего при обновлении вектор текущих параметров будет испорчен. Для решения этой проблемы на каждом слое вместо умножения на матрицу используют специальное преобразование, либо используют специальную функцию активации. Также используют особую инициализацию параметров, которая позволяет сохранять дисперсию вектора после преобразования на каждом слое. И, наконец, можно использовать особые адаптивные методы пересчета градиента, либо использовать так называемую подрезку градиента. Другой недостаток нейронных сетей в том, что после обучения их трудно интерпретировать. Однако, можно попытаться интерпретировать небольшие сети. Давайте перейдем на сайт Playground TensorFlow и посмотрим на пример работы нейронной сети. На данном сайте доступны наборы данных с различными скрытыми зависимостями. Также вы можете контролировать число слоев и число нейронов на каждом слое. Однако, я решил обучить следующую архитектуру. Можно увидеть, что сеть пытается аппроксимировать круг треугольником. Как мы знаем, что чтобы проверить, что точка находится внутри треугольника, требуется, чтобы точка лежала слева от каждой из его сторон. Как вы помните, нейрон выполняет именно эту операцию. В данном случае этим занимаются нейроны на промежуточном слое, а нейрон на выходном слое аппроксимирует логический оператор I. Соответственно, в качестве упражнения попробуйте перейти на сайт и обучить нейронную сеть для других наборов данных. Другой вопрос к послойным архитектурам. А действительно ли нужны слои в таком виде? Дело в том, что в 2016 году была предложена архитектура ResNet, которая предполагает, что преобразование на каждом слое выглядит как вектор значений с предыдущего слоя плюс какая-то функция, примененная от этого вектора. Данная архитектура позволила обучать более глубокие сети. Так как, во-первых, каждому слою было проще выучить преобразование, которое ничего не делает. А во-вторых, при пересчете производной получалось, что пересчет производной также выглядел как сумма производной с предыдущего слоя плюс производная, пересчитанная через применяемую функцию. Забавно, что с теоретической точки зрения данная работа не является какой-то полезной, так как подобные преобразования, но в менее простом виде, предлагались и в более ранних работах. С другой стороны, алгоритм дифференцирования способен работать с любой функцией, заданной ациклическим графом, а не только с послойными функциями. А подобная модификация ацикличность никак не меняет. Давайте подытожим все, что происходило до этого. Поэтому, если вы не поняли, что происходило до этого, то эта часть лекции будет самая важная для вас. Воспользуемся, как обычно, словарем неправильных терминов. Итак, есть мозг. Мозг обладает сознанием, разумом, интеллектом. Называть можно это как угодно. Важно, что это полезное для нас свойство, и ученые хотят исследовать его и попытаться воспроизвести его на компьютере, либо в виде отдельной вычислительной машины. Для этого делается предположение, что за данное свойство отвечают именно нейроны, и то, что мы знаем, благодаря томографам с высоким разрешением, как приблизительно работают эти нейроны. Однако, как работа нейронных сетей объясняет наличие интеллекта, ученые не знают. Но они надеются, что если повторить данную работу в вычислительной машине, то у нее также появятся признаки интеллекта. Но ожидаемого искусственного интеллекта в искусственных нейронных сетях не появляется, а также возникают проблемы с обучением искусственных нейронных сетей, хотя бы для задач машинного обучения. Из-за чего возникает так называемая «зима» искусственного интеллекта. Данные проблемы пытаются решить с применением математического подхода, а для этого нейронную сеть целиком, а не только отдельный нейрон, приходится формализовать как функцию. Функция отличается от полноценной нейронной сети тем, что нейроны в ней активируются синхронно и после активации не угасают, а также в связях между нейронами не допускается циклов. Тут вы, конечно, можете вспомнить, что существуют так называемые рекурентные нейронные сети. Но данный термин можно смело отнести в слова неправильных терминов, так как современные рекурентные архитектуры – это на самом деле архитектуры для работы с последовательностями. Хотя когда-то давно рекурентные сети действительно были рекурентными. Таким образом, формализация нейронной сети в виде функции отдалила ее от первоначальной идеи аппроксимации работы мозга. Однако разработанные методы вычисления производной для обучения функции кредиентным спуском не только показали свою эффективность в задачах машинного обучения, но и были обобщены для обучения любой произвольной дифференцируемой функции, что позволило выбирать архитектуру функции для различных задач машинного обучения. И данный факт еще больше отдаляет нас от работы мозга, так как вряд ли время обучения нейроны в голове вычисляют производные, если речь, конечно, не идет об изучении соответствующего раздела математического анализа. Таким образом, полученная функция, называемая нейронной сетью, имеет такое же отношение к работе мозга, как и дерево принятия решения имеет отношение к обычным деревьям. Если вы обучите нейронную сеть, она от этого не начнет магическим образом думать, точно так же, как при обучении дерева принятия решения, оно не начнет магическим образом процесс фотосинтеза. Итак, существует три области исследования. Исследование мозга, симуляция работы мозга на компьютере и изучение обучаемых функций, преимущественно при помощи градиентного спуска. Проблема в том, что каждая из этих областей заявляет, что она исследует нейронные сети, из-за чего у людей возникает каша в голове из нейронных сетей, в прямом и переносном смысле этого слова. И они путают эти области. Отчасти это также вызвано тем, что существуют междисциплинарные исследования. Например, существуют исследования, в которых ученые оцифровали все нейронные связи простейшего червячка и симулируют его поведение на компьютере. Также, естественно, есть исследования, в которых предлагается использовать симуляцию некоторых частей мозга, не только нейронов, для задач машинного обучения. При этом утверждая, что для создания искусственного интеллекта важны именно биологические аналогии, а не математические. И, наконец, есть исследования, в которых ученые по активности работы нейронов в голове пытаются предсказывать, о чем думает человек при помощи методов машинного обучения. И утверждать, что в данном случае ученые скрестили реальные нейронные сети и искусственные, точно так же странно, как если бы вы взяли дерево, снабдили бы его татчиком освещенности и влажности, использовали их показания в деревоприятии решений для определения, включат ли, например, полив или нет. И при этом вы бы утверждали, что скрестили реальное дерево с искусственным. Парадокс в том, что наиболее популярные области, которые исследуют нейронные сети, а именно исследования обучаемых функций, меньше всего нужен этот самый термин «нейронные сети», так как весь тот же самый материал можно изложить без аналогии с работой мозга. Например, в данной лекции, в самом начале, когда речь идет о некоторых мощных обучаемых функциях с большим числом параметров, можно было бы заявить, что в качестве такой функции принято использовать последовательное умножение на матрицу и применение нелинейной функции. И после этого, соответственно, выкинуть всю вторую часть этой лекции, где речь идет про нейронные сети. И после такой модификации данная лекция бы не потеряла никакого научного знания. Почему же тогда люди продолжают использовать так активно термин «нейронные сети» для обозначения обучаемых функций? Дело в том, что миф об их связи с работой мозга выгоден тем, что, используя нейронные сети, вы можете увереннее утверждать, что работаете с искусственным интеллектом, чем когда вы работаете с каким-то другим алгоритмом машинного обучения. Другая проблема термина в том, что непонятно, что же называть нейронной сетью. Конкретную архитектуру или любую обучаемую функцию, как принято в наше время. Например, на данной картинке люди пошли еще дальше и записали в нейронные сети марковскую цепь. Другой странный термин – это так называемое «глубокое обучение». Если вы посмотрите на определение этого термина, то увидите, что это что-то среднее между так называемым «энд-то-энд» обучением и переносом знаний. В реальности же слово «глубокий» в большинстве случаев используют как синоним к слову «нейронный». Например, если люди догадываются, что с термином «нейронный» что-то не так по указанным выше причинам. При этом их равенство можно доказать строго. Например, по мнению одних экспертов, нейронные сети – это подобность глубокого обучения. А по мнению других экспертов, глубокое обучение – это подобность нейронных сетей. А такое может быть только когда два множества равны между собой. Также можно упомянуть странность термина «глубокая нейронная сеть». Дело в том, что, как мы ранее узнали, с теоретической точки зрения все самое интересное с нейронной сетью происходит на глубине 2, что соответствует тому моменту, когда логистическая регрессия превращается в нейронную сеть. Также иногда эти термины используются необычным образом. А именно, когда какой-то производитель железа делает отдельный блок для ускорения каких-нибудь операций, которые активно используются в существующих архитектурах обучаемых функций, в различных маркетинговых материалах при этом они заявляют, что они ускоряют нейронные сети или искусственный интеллект. При этом обычный интеллект, судя по всему, должен замедляться. Потому что, во-первых, для ускорения требуется, чтобы данная архитектура не только использовала какую-то ускоренную операцию, но и умела пользоваться конкретным вычислительным блоком. А во-вторых, ускоряемые операции могут быть полезны не только для нейронных сетей. Термин «слой» плох тем, что до конца непонятно, что же называть слоями. Например, когда вам дают архитектуру, которая состоит из входного слоя, скрытого слоя и выходного слоя, то заявляется, что такая архитектура состоит не из трех слоев, а из двух слоев, потому что слоями принято называть именно обучаемые части. Другой пример — LSTM-блок, в котором к входному вектору независимо применяются сразу несколько преобразований. При этом некоторые по привычке называют эти преобразования слоями, несмотря на то, что они независимы, а следовательно могут вычисляться в любом порядке. А с точки зрения глубины относительно входа, они находятся на одном и том же слое. Поэтому лучше вместо термина «слои» употреблять термин «преобразование» или «обучаемое преобразование». Термин «веса» тоже не совсем корректно использовать в общем случае, так как в общем случае веса не могут быть отрицательными, так как этот термин взялся из конкретного линейного преобразования, где они все-таки могут быть отрицательными. Поэтому в общем случае правильнее говорить «свободные параметры» или «настраиваемые параметры». Также в общем случае функции активации не обязаны аппроксимировать ступеньку, так как теоретически можно использовать любую дифференцируемую функцию. На данном слайде продемонстрирована небольшая история нейронных сетей, и как видно, производную придумали использовать только спустя 30 лет, а теорема о том, что нейронные сети являются универсальным аппроксиматором, появилась только спустя 50 лет. И данная тенденция сохраняется до сих пор. Сперва кто-то придумывает архитектуру и показывает, что она работает на практике, и только спустя некоторое время относительно нее делают какие-нибудь теоретические выкладки, которые объясняют, почему она работает. Почему же нейронные сети стали так популярны только в последнее время? Дело в том, что только относительно недавно их научились распараллеливать на видеокартах и прочем оборудовании, а также само оборудование стало гораздо мощнее, что позволило обучать более сложные модели с большим числом параметров, которые стали показывать более лучшее качество работы. Хотя в последнее время развитие архитектур идет в сторону их упрощения и уменьшения числа параметров, чтобы их можно было запускать на портативных устройствах. С другой стороны, только относительно недавно с развитием интернета стали появляться достаточно большие массивы размеченных отцифрованных данных, что приводит нас к термину «аугументация данных», который обозначает искусственное увеличение числа объектов в наборе данных, как правило, для борьбы с переобучением. Что в свою очередь приводит нас к еще одному неправильному термину, а именно «большие данные». Дело в том, что это пустой термин, который в большинстве случаев обозначает то, что либо мы можем пользоваться машинным обучением, либо то, что мы вынуждены пользоваться машинным обучением. То есть в обоих случаях он является синонимом машинного обучения. Например, если вы решаете задачу линейной регрессии и у вас объектов больше, чем признаков, то поздравляю, у вас Big Data. Давайте рассмотрим подробнее, какие бывают функции активации. Существует множество функций активации, и по указанным ранее причинам трудно перечислить их всех. Однако некоторые примечательные функции все-таки следует рассмотреть. Например, с сигмоидой вы уже знакомы, и она несколько раз упоминалась в данной лекции. Помимо того, что данная функция аппроксимирует ступеньку, она примечательна тем, что ее производная вычисляется через нее саму. А значит, при вычислении производной вы можете воспользоваться готовым результатом, который вы высчитали во время обыкновенного вычисления функции, что ускорит вычисление производной. Киперболический тангенс похож на сигмоиду, причем с точностью долинейного преобразования, но только он аппроксимирует ступеньку со значениями от минус единицы до единицы. Его производная также может быть вычислена через уже вычисленное значение самой функции. Функция Relu примечательна тем, что она не аппроксимирует ступеньку и совмещает в себе преимущества линейной и нелинейной функции, хоть и состоит из двух линейных частей. Преимущество линейности в том, что производная вычисляется гораздо проще, хотя для этого требуется использовать условное ветвление, что не любит вычисления на видеокартах. В общем случае у данной функции есть параметр альфа. Если альфа равен нулю, то получается стандартная функция Relu. Если альфа равен константе между единицей и нулем, то получается так называемый Relu с утечкой. Также параметр альфа может быть настраиваемым, либо рандомизированным, а при альфа равном единице получается тождественная функция активации. Вообще с функцией Relu вы уже знакомы из лекций про SVM, но только там она называлась плюсиком. А соответственно, если в ней изменить Max на SoftMax, то получится функция SoftPlus. При этом используется именно правильный SoftMax. Чтобы была понятна взаимосвязь этих функций активации, их проще разместить на одной диаграмме, как это показано на рисунке. Как видно, функция SoftSign, несмотря на то, что также аппроксимирует функцию знака, является какой-то другой гладкой аппроксимацией. Теперь изучим такую вещь, как DropOut или Исключение. DropOut подразумевает, что на стадии обучения некоторые нейроны могут быть принудительно выключены, то есть результат их активации будет равен нулю. При этом нейроны выключаются с определенной вероятностью, и на каждой итерации обучения для каждого нейрона заново случайно решается, будет ли он выключен или нет. При этом в матричном виде данное преобразование можно представить как произведение Адамара текущего вектора с вектором из нулей и единиц. При этом не стоит выключать нейроны на выходном слое. Также при использовании либо тестировании уже обученной сети, то есть на стадии предсказания, нейроны также не выключаются. Однако стоит не забывать, что так как при обучении используется DropOut, то мат ожидания выхода каждого нейрона будет завышена. И чтобы его вновь уменьшить, требуется умножить выходы нейронов на некоторую величину, которая зависит от вероятности, которая использовалась для выключения. Считается, что DropOut работает, так как во время обучения по сути обучается не одна сеть, а целое распределение из сетей. А на данном слайде показан эффект от DropOut. Как видно, ошибка классификации действительно уменьшилась. Итак, на этом глава про DropOut закончилась, и поэтому я хотел бы с оглядкой на пройденный материал вернуться к началу лекции и разобрать процесс обучения какой-нибудь функции. Предположим, что вам дан набор данных для задачи классификации. И какая это функция качества. Стоит отметить, что в реальности, конечно, ваша функция качества, это насколько много корпорация может заработать, если внедрить ваш алгоритм. Понятно, что данную функцию трудно посчитать. И, скорее всего, вы будете использовать более привычную функцию для задачи классификации, например, точность. И выбирать оптимальные гиперпараметры для вашего алгоритма вы будете тоже относительно нее. Однако, данная функция не является дифференцируемой. Поэтому ее надо будет заменить для задачи обучения параметров. Также иногда бывает, что даже если целевая функция является дифференцируемой, все равно ее иногда бывает выгодно заменить на другую функцию для задачи обучения параметров. Первое, что вы, скорее всего, сделаете с набором данных, это нормализуете его. Причем нормализацию вы запомните. Чтобы потом ее использовать как нулевое преобразование в вашей обучаемой функции, которую вы вернете обратно во внешний мир после обучения. А если вы используете нейронную сеть, и ваша нормализация это, по сути, линейное преобразование, то тогда его можно замаскировать под первый слой нейронной сети. Рассмотрим теперь, как может выглядеть функция предсказания. В различных примерах достаточно распространена архитектура, у которой выходное преобразование является применением сигмоиды. При этом нам не важно, что подобный выход сети не будет корректным распределением вероятности. Если, конечно, вы не используете функцию ошибки, для которой это важно, потому что в режиме предсказания все равно будет использоваться дискретный argmax, взятый из вектора ответов. В качестве минимизируемой в процессе обучения функции ошибки, скорее всего, будет использоваться квадрат разности. При этом стоит сказать об одной хитрости или регуляризации. Дело в том, что вектор реальных распределений вероятности состоит из нулей и единиц. А сигмоида возвращает значение между нулем и единицей, не включая границы отрезка. И 0 или 1 для нее это недостижимый результат. Поэтому в качестве вектора ответа можно взять вектор, который бы состоял из маленьких значений ε вместо нулей, и единицы минус ε вместо единицы. Тогда такой результат для сети будет достижим. Однако наиболее популярная комбинация выходного преобразования и функции ошибки для реальных задач является soft argmax и перекрестная энтропия. Итак, предположим, что вы определились с минимизируемой функцией ошибки для задачи обучения и с выходным преобразованием вашей предсказывающей функции. Далее следует подобрать промежуточные функции активации, число слоев, число нейронов на каждом слое. Все это является гиперпараметрами вашей сети. Разберем теперь, как могут выглядеть преобразования внутри вашей сети. Скорее всего, это будет последовательное умножение на матрицу, прибавление вектора и применение функции активации. И во многих библиотеках данное преобразование реализовано в виде одного большого неразделимого преобразования. Также в большинстве простых реализаций данные преобразования выглядят как дифференцируемые блоки, которые пересчитывают производную для одного входа. То есть они не используют обучаемые параметры как дополнительный вход. Вместо этого обучаемые параметры как бы находятся внутри блока и обновляются прямо во время пересчета производной. Из-за этого с подобными блоками, скорее всего, не получится использовать произвольный градиентный спуск или регуляризацию. Поэтому полноценные реализации должны рассматривать обучаемые параметры как отдельный вход. При этом данный вход будет в виде одного большого вектора, который будет нарезаться на матрице и подставляться в соответствующие преобразования. Таким образом можно будет использовать произвольный алгоритм обновления параметров для градиентного спуска, а также произвольную регуляризацию. При этом стоит отметить, что вектораз двига не принято регуляризовывать. Еще одна интересная тема это применение матричных вычислений для пакетного вычисления функции предсказания. То есть для вычисления результата функции предсказания сразу для нескольких объектов. Для этого, если требуется вычислять функцию предсказания сразу для нескольких объектов, например, для пакетного градиентного спуска, функция предсказания не копируется. Вместо этого модифицируется тип входа функции предсказания. При этом считается, что эта функция принимает не один объект, а матриц, которая кодирует множество объектов. Таким образом, каждая строка матрицы соответствует одному объекту. Выходной тип функции также становится равен матрице. Преобразование, которое умножало на матрицу, не требуется никак модифицировать. Так как если из набора объектов составить матрицу, а потом умножить ее на какую-то другую матрицу, то результат будет равен тому, как если бы мы по отдельности умножили каждый вектор на матрицу и затем составили бы из них матрицу. А вот преобразование, которое прибавляло вектор сдвига, изменится. Так как теперь требуется этот самый вектор сдвига копировать несколько раз и составлять из него матрицу, которая и будет прибавляться к входной матрице. Преобразование, которое по координатам применяло функцию активации, не изменится. А вот софт argmax требуется модифицировать, так как теперь его требуется применять к каждой строке матрицы по отдельности. Функцию ошибки также в большинстве случаев требуется модифицировать, либо разбивать выходную матрицу на множество строк. Итак, мы изучили, как обычно обучаются функции, архитектура которых называется нейронная сеть. Теперь можно перейти к дополнительным темам. В данной лекции мы по сути рассматривали только применение производной для задачи обучения, которая похожа на традиционную задачу предсказания из машинного обучения. Однако производную можно применить и для других задач, хотя в них также участвует минимизируемая функция ошибки. В самом начале, когда обсуждалось разделение параметров, производная функции бралась по вектору обучаемых параметров. Однако производная, взятая по объекту, также может быть полезной. Например, в случае со стязательными атаками в функцию ошибки подставляется уже обученная функция и какой-то объект, но класс объекта заменяется на какой-то другой произвольный класс. Далее вычисляются производные функции ошибки по объекту, и полученные производные используются для обновления самого объекта, а обучаемые параметры остаются неизменными. То есть сама обученная функция не изменяется. При этом ответ этой функции на обновленном объекте может измениться. Хотя само изменение объекта было небольшим и незаметным для глаза человека. Получается, что такой подход позволяет обмануть систему видеонаблюдения. То есть вы можете замаскировать себя под другого человека для системы распознавания лиц, если у вас есть доступ к ее архитектуре и обученным параметрам. При этом достаточно доступа только для чтения. При этом для обычных людей будет незаметно то, что вы применили маскировку. Однако, если использовать ту же самую идею, но обновлять изображение не один раз, а несколько раз, используя кредитный спуск, то можно получить изображение, которое наилучшим образом представляет текущий класс. При этом сперва для этих исследований в качестве начального изображения используется случайный шум, а потом люди стали модифицировать какие-то произвольные картинки. Также похожая идея используется для задачи переноса стиля. И наконец, наиболее популярная архитектура на сегодняшний день, которая применяет данную идею, это генеративно-состязательная сеть, в которой производные по объекту, подаваемого на вход дискриминатора, используются не для обновления самого объекта, а для обновления параметров генератора, который этот объект сгенерировал. В заключении лекции хотелось бы порекомендовать в качестве дополнительного материала «Секретный курс по нейронным сетям от чемпиона мира по что, где, когда». Данный курс можно найти на портале Lektorium. А секретный данный курс, потому что он назван «Введение в коммуникационную сложность». Не обращайте внимания на название, но в самом деле это курс по нейронным сетям. Продолжение следует...